Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новость Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Противопаводковые мероприятия заблаговременно. Голубое топливо придет в дома гостагаевцев. Новогодние игрушки на главную елку Анапы детскими руками. Горные реки – явление красивое, но опасное. Маленькая речка Суко вследствие обильного таяния снегов прошлой зимой превратилась в бурный поток. Угроза подтопления окрестных территорий не исчезла. В этом году городские власти к сюрпризам погоды готовятся заранее. Интенсивная застройка резиденции Утриш поставила вопрос ребром. Кто обезопасит жителей этих домов, если уровень воды в близлежащей речке Суко резко поднимется выше опасного уровня? Застройщик о безопасности своих покупателей не позаботился. В очередной раз проблема легла на плечи муниципальной власти. Как показала прошлая весна, уровень реки за каких-то 45 минут способен подняться до критической отметки. Чтобы не допустить развития чрезвычайных ситуаций, Управлением гражданской обороны и защиты населения ведется круглосуточный мониторинг состояния водных объектов курорта, в том числе и реки Суко. При самых неблагоприятных условиях уровень затопления этой территории может превышать полутора метров, а на отдельных участках достигать до двух метров, что представляет угрозу не только здоровью, но и жизни людей, которые здесь могут проживать. Усугубляет ситуацию захламление реки бытовым мусором и поваленными деревьями. Руководству муниципалитета принято решение оперативно расчистить русло реки и провести дноуглубительной работы. На эти цели из местного бюджета выделено 3 миллиона рублей. Отобраны по конкурсу организации, работают экскаваторы, работают трелевочники и определенный участок протяженностью 4 километра 200 метров по расчистке реки. Предварительные работы уже проведены, расчищены от валежников, но все здесь будет облагоустраиваться и проведены еще дополнительные дноуглубительной работы с целью пропуска паводковых вод. Руслы реки Суко очищают от древесных остатков и донных отложений. Через две недели работы завершат. Но есть и перспективный план по обустройству прилегающей территории. В рамках краевой программы по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов и развития лесного хозяйства запланированы масштабные работы по строительству бетонного ограждения. Программа начнет работать в 2017-2018 году на участке 1800 метров от те берега, которые мы сейчас видим, они будут в бетонном исполнении. Здесь будет обустроенная набережная и будут выполнены мероприятия по противодействию паводковых вод. Эти меры позволят расширить русло втрое, что обеспечит свободный отток воды. Помимо этого на реке установлен специальный гидродатчик. При подъеме воды выше допустимого уровня сигнал автоматически поступит в единую дежурно-диспетчерскую службу курорта. На место прибудет оперативная группа для оценки ситуации. Кроме того, регулярно идет отработка систем оповещения населения. Больше 150 домов в Гастагаевске обеспечат газом. В рамках федеральной программы в станице строят новый газопровод. Муниципальный бюджет участвует в проекте на условиях софинансирования. Выделено свыше 1 миллиона рублей. Для того, чтобы уменьшить расходы жителей на подключение к трубе с голубым топливом, городские власти предусмотрели в проекте строительство отводов к жилым домам. Новая газовая труба, уже прозванная местными жителями Гастагаевским Южным потоком, пролегает по обе стороны от жилых домов. К каждому дому своя отдельная подача. Проект включает в себя газификацию улиц Советской, Восточной, Пироговом, Трудящихся, Садовой и Переулка Рыбачий. Работы должны быть завершены строительно-монтажной до конца этого года. Дальше мы начнем вводить объект в эксплуатацию, оформлять его в муниципальную собственность и потом передавать горгазу. Газифицироваться смогут после его реализации более 150 домовладений. Пенсионерка Лидия Демченко – одна из жительниц домов Переулка Рыбачий. Она по-прежнему растапливает печь дровами. Строительство нового газопровода она добряет. А то, мол, все по старинке. И печку топит дровами, и воду греет вручную. Дровами вот открываем, ну, подувальник, вот. Воду провела я уже, вода есть у меня, сетевая. Вот, стиралка уже такая, что сама стирает. У меня есть от газового баллона вектор. Ну, греешь, греешь. Горячая и холодная вода в кране. Общая протяженность новых линий – более 6 километров. По замыслу авторов проекта, персональная подача к каждому дому позволит существенно снизить материальные затраты местных жителей. Им останется только наладить подачу газа у себя на участке. На полях банкротного предприятия СПК имени Ленина ведется раскорчевка старой лозы. Весной виноградари возьмутся за работу и заложат там молодые плантации. Место старое, виноград новый. На курорте идет работа по раскорчевке старых виноградников. Без этого не вырастить хороший урожай янтарной ягоды. Новый собственник земель – агропромышленная фирма «Южная». Серьезный инвестор с далеко идущими планами. Мы видим, что не на словах, а на деле уже ведутся раскорчевки. И этой весной будет посажено новых 300 гектар виноградников. После того, как пройдет раскорчевка, будет поднят планетаж. И весной саженцы уже заготовлены. Будет уже непосредственно производиться закладка виноградников. В Анапе, начиная с 2013 года, уже посажено больше 110 гектаров виноградников. Глава Анапы Сергей Сергеев провел рабочую встречу с председателем Ассоциации греков Краснодарского края, председателем местной греческой общественной организации «Гаргипия» Андреем Папандопула. Руководители ввели речь об организации культурных и спортивных мероприятий в будущем году, который объявлен перекрестным годом сотрудничества России и Греции. Андрей Николаевич поблагодарил главу города за поддержку инициативы местных греков. Именно в Анапе провести в будущем году крупнейшие мероприятия, свидетельствующие о дружеских узах Дустро. Я желаю, что в Анапе будет проходить в согласии с главой города нашего первый открытый международный культурно-спортивный фестиваль, как мы говорили, и праздник урожая 2016 года. Мне нужна поддержка специалистов культуры, спорта нашего. Сергей Павлович поинтересовался, как идет общественная жизнь анапской греческой диаспоры. И, конечно же, выразил готовность помогать грекам в осуществлении их планов. Поручение прозвучало для заместителя главы Людмилы Мурашовой. Мы должны определить сроки и должны определить, что мы хотим. И обязательно под это все должны быть заложены деньги. Кроме того, что община, какие-то вопросы, мы должны муниципальные деньги заложить именно на проведение праздничных мероприятий. Один из самых популярных среди россиян – курорт рискует остаться без отдыхающих. После того, как на территории Сирии в результате атаки турецких ВВС разбился российский самолет Су-27, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. Несколько дней назад в Сочи стартовал Международный туристический форум, на котором российские туроператоры обсуждают перспективы развития отечественных курортов. По словам начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Анапы Дмитрия Ерохина, одним из главных вопросов станет перераспределение турпотоков на российские курорты. Наша основная задача – перехватить части этих турпотоков, то есть предложить те условия, которым данная категория граждан, которая пользовалась услугами Турции и Египта, были бы их желания полностью удовлетворены именно у нас на территории города-курорта Анапы. Для этого ведутся работы по благоустройству пляжных территорий в соответствии со всеми нормами и правами. Это зонирование, а также идет активный процесс полуклассификации объектов, то есть присвоение звезд. Весь ноябрь под знаком «нет наркотикам». Донести до молодого поколения информацию о вреде пагубных пристрастий взяли на себя специалисты молодежного центра 21 век. Акция под названием «Верное направление» прошла в Доме культуры хутора Усатого Балка. Постоянный участник акции Николай Калмагуров свой выбор сделал давно. Он один из тех, кто совмещает здоровый образ жизни и творчества. Уже третий год его главное увлечение – фотография. В продолжении акции он решил сделать фоторепортаж о ее итогах. Акция была интересная, познавательная и довольно-таки правильная, чтобы люди, дети, подростки знали о вреде наркотиков и о том, что лучше так не делать, чтобы не губили свою жизнь. Активисты молодежного центра 21 век говорят, что они никого не заставляют. Их задача – помочь сделать выбор. А для этого в арсенале специалистов консультации медиков и наглядная демонстрация, к чему могут привести пагубные пристрастия. Сотрудник наркологического кабинета Светлана Виноградова принимает участие в акции не в первый раз. С людьми из категории риска ей приходится сталкиваться на работе каждый день. У большей части этих людей, которые приходят к нам, завышена самооценка. Несмотря на то, что они в таком состоянии находятся, ну, в состоянии отчаяния, боли какой-то, или же наоборот, ненависти в жизни, оценка себя у них явно завышена. Акция «Верное направление» продлится до конца года. За это время специалисты молодежного клуба намерены побывать во всех сельских населенных пунктах. Курорт вовсю готовится к Новому году. Праздничное оформление превратит город в сказку. В ее создании поучаствуют даже юные анапчане. На театральной площади сегодня началась установка 15-метровой зеленой красавицы. На радость анапчанам и гостям курорта. Все с нетерпением ждут, как же преобразится город к долгожданным праздникам. И высказывают свои пожелания. Только в центре ярко, а по окраинам особо-то и нет. Хочется, чтобы везде одинаково было. Более нарядных витрин, подготовленных магазинов. Как раз об оформлении предприятий торговли шла речь сегодня на совещании в администрации. Предпринимателям предложили единый стиль оформления в лучших русских традициях с элементами символов города у моря. Еще одну интересную идею озвучила начальник управления культуры Марина Мельникова. В создании елочных игрушек примут участие маленькие анапчане. В этом году мы приобретаем новые игрушки, гирлянды, звезду. Ну и решили, что необходимым элементом оформления этой главной елки города должны стать игрушки, закрашенные детскими руками. То есть мы сейчас игрушки передаем в художественную школу, в образовательные учреждения. И дети, наши с вами дети, будут рисовать те добрые сказки на этих игрушках и делать их своими руками. И вот эти игрушки станут, конечно же, украшением этой нашей главной новогодней елки. А на площади у администрации настоящий фонтан выключили на зиму. Его сменил зимний вариант – светящийся. В новогодние рождественские дни в Анапе должно быть больше света и ярких огней. Ведь это наш любимый праздник. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 26 ноября, в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем – плюс 11-13 градусов. Ночью – до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовится к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей – эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийская, 281, жилой комплекс «Крымский вал».